Девочки и мальчики, привет! Начинаем готовить черемшу по-корейски. Для этого нам понадобится черемша, вот такая она. Я ее уже промыла. Луковицы, ну такие две средненькие, даже меньше среднего. Две луковки, соль крупная, соевый соус, это не кока-кола, это соевый соус. Так, паприка, острый перец, кориандр и черный перчик. Здесь не будет сахара и не будет уксуса. Все, начинаем готовить, поехали! Значит, мы поставили кастрюльку с водой, чтобы она у нас, водичка закипела, рядом сковорода. Вот, и сейчас добавлю масло. Сейчас подвину свою, махалай-махалай свою. Так, масло, смотрите, черемши у меня, значит, я взвесила, там 10 пучков. Один, два, три, четыре, ну вот пусть будет пять столовых ложек, да, вот, все. Пять столовых ложек. И пока водичка у нас там закипает, наша черемша, вон она, вон она. Я нашинкую пока лучок. Пока буду шинковать, буду отвечать на ваши вопросы. Вот, черемша, что такое черемша? Я думала, черемша, это, она растет, покажу сейчас, подождите, как резко-то. Просто, вот смотрите, пополам и еще раз пополам. То есть, вот, две половинки, еще раз наполовинку. И ушел шинковать, как на суп. Вот. Черемша, она, это, оказывается, не горное растение, а лесное. Вот, Светлана в комментариях написала, что Люба, это лесное растение. Вот, она у нас начинает продаваться где-то в феврале месяце, так как у нас февраль теплый. Вот, девочки задавали комментарии, Люба, что такое черемша? Это не джусай? Нет, девочки, это не джусай, но по вкусу это практически тот же самый джусай. Вот этот запах чесночный, очень такой чесночный. Я бы с удовольствием приготовила джусай, но у нас, к сожалению, его здесь нету. Он у нас, ну, не растет, я еще не видела, ни в продаже, вот, ни разу не видела в продаже. Когда жили в Ташкенте, его было много. Кстати, если хотите сделать салат из джусая, он называется йомдя, да, вот, вы так же, точь-точь все, точно-точно так же все это готовится. Ошпариваете этот джусай, вот, то есть вода закипела, кидаете этот джусай, минуточку варите, вот, и потом дуршлаг и заправляете точно так же. Все, я пока здесь наш, лучок наш, вот так вот буду жарить, потому что салат делается вообще очень быстро. Пока жарится лук, вода уже закипает. Вот, какой мы соевый соус используем? Мы используем, который продается в магазинах, обычный, вот обычный. Когда жили, опять же-таки, в Ташкенте, наш любимый соевый соус был омой, омой. Там такая бутылочка, по-моему, 600 миллилитров и больше сейчас уже продаются. Вот он такой вкусный. Вот, потом так же пишут, мы не любим соевый соус, потому что в нем глютамат. Что нам вот делать? Продаются в брикетах вот такие вот брикеты, а он как пластилин, вот такой тугой, вот такой, его вот так вот не разломать. Вот эта соевая паста, вы ее в воду набираете в кастрюлю, 2 литра воды, туда вот этот кирпичик этой соевой пасты этой, все, и варите, ну, где-то час, вот так, на медленном огне. Потом остудили и по баклажкам, бутылкам, по бутылкам разлили. И чтобы, как говорят, чтобы был этот соевый соус вкусный, после того, как он сварился, надо добавлять глютамат. Но это я говорю для тех, кто знает, как эту пасту бодяжить, чтобы там был такой более яркий, насыщенный вкус. Мы этого не делаем, мы уже берем сразу готовый соевый соус. Вот. Что, водичка наша сейчас скипает. Закипает и начнем, начнем заправлять. Вот такой вот супчик варила. Если кому интересно, могу еще раз приготовить, показать, как. Корейский суп. Он у нас улетает. Я такими кастрюльками не готовлю, это вот просто осталось. Вот, и я перелила в маленькую кастрюльку. Если хотите, покажу, как готовится. Очень просто и легко. А еще знаете, что сейчас покажу? Еще есть такой суп тоже корейский. Открою сейчас свой шкафчик. Шкафчик. Вот из такого вот морской капусты. Ой, его девочки вообще быстро делают. Пальчики. Сейчас. Видите, морская капуста, сушеная, мейок. Вот такие вот идут морские водоросли, капуста. Вот она вот такая. Когда она попадает в воду, она, знаете, как разбухает. Тут целый лопух получится. Ну, конечно же, ее надо заранее нарезать. Можно удобно, больше всего удобнее на вот такие вот кусочки ножницами. Тоже очень вкусно. Он такой легкий получается. Что-то наша водичка долго закипает. Все, сейчас дождусь, когда закипит водичка. И начну дальше снимать. А то люди жалуются, что съемки очень-очень длинные. Все, ребятки, лук пожарился. Водичка, вот буль-буль карасики, как всегда. И скидываем нашу зеленушечку, черемшушечку. Не режем ее на вот такие мелкие. Вот просто почистили и в кипяточек кипящая воду. Кипящая воду кидаем. Так, время засекаем. Нельзя ее переваривать. Будет такая каша, малаша. Если хотите, чтобы вот этот запах прям такой вот чесночный ушел, да, вот ядреный, вы можете подольше ее поварить. Вот. Но дольше варить там тоже кирдык-мердык, ничего не останется, никаких витаминов. Вот сейчас время 16 минут. Там практически минуточка. Минуточка и все. Она, увидите, так обмякнет. Все, пусть варится. Вот, минуточка. Сейчас начнем заправлять. Все очень быстро. Еще вот там Светлана пишет, что осетинские пироги с них готовят. Я представляю, как это вкусно. Маринуют их. Кстати, можно, знаете, что сделать? Заморозить. Заморозить ее. А потом зимой готовить. А, и еще, девочки, мальчики. Мы также делаем салат из чесночных стрелок. Вот, чтобы не делать одно и то же там вот это сразу. Вот чесночные стрелки. Как пошли, обрываем сезон пошел, да? То же самое. Знаете, как вкусно получается. Главное, не переварить. Ну, надо пробовать. Смотря сколько, какое количество. Видите, у меня здесь сколько? 500 с лишним грамм. Кастрюля 6-литровая. Ну, сейчас попробую, что там. Минута уже варится. Ну, а все, хорош, хорош. Хорош. Все. Видите, какая она красивая. Вот так на дуршлаг скидываем. Не промываем. Ребятки, не промывайте ее. Не надо ее промывать. Что ее там промывать? От чего ее промывать? Вот так вот. Чики-пуки, тру-ля-ля. Стульчик мой. Видите, я стульчик за собой двигаю. Вот. Все. Сейчас вот минуточку стекет вот это все вот. И начнем заправлять. Девочки, мальчики, вот такой получился. Вот такой. Что-то у меня на такой. В голове все время джусай. Потому что все спрашивают про джусай. И вот хочется сказать вот такой вот. Ну, ладно, черт с ним. Вот, значит, такой вот. Вот такой вот черемша. Вот она сварилась. Видите, какая она вот. Вот она. Но она такая. Она не каша. Как настроить камеру. Вот. Она не каша. Вот мягкая такая. Видите, не лопается нигде. Вот. Но она не каша. Все. Она сухая. Полностью сухая. И вот так ее сейчас будем заправлять. Пусть она, пусть она будет теплой, пусть она будет горячей. Не надо ждать, когда там будет колотун шурпа, да, вот что она все окочурится. И тогда заправлять. Нет. Кстати, салат можно кушать сразу. Не надо там выжидать. Вот такая чашка. У нас только получилось. Все. Начинаем заправлять. Ну, начинаем. Берем паприку для цвета. Нет паприки? Не добавляем. Это не такая важная приправа. Ну, для красоты. Чайную ложку. Чайную ложку. Черный перчик. Его тоже по вкусу. Ну, я сколько сделала. У нас такой он ядреный. Ну, вот так вот. На кончике этого. Чайной ложечки. Дальше что? Кориандр. Кориандр это семена кинзы. Вот. Ну, вот чайная ложечка. Давайте еще чайную ложечку. Ложечки. Две чайные ложечки. Дальше что у нас идет? Черемша-то не соленая? Чайная ложка соли. Перчик. Хотите, сделайте такой с перчиночкой. Нет? Не хотите, не делайте. Ну, я делаю вот стольчика. Мало. Капля. Так, соевый соус. Опять же таки, у всех он разный. Он разный по соли. У всех он, у кого-то он может быть сильно приторный, у кого-то нет. Я свой знаю. Если что, вот так вот попробуйте. И вы поймете, насколько вот он соленый у вас. Ложечка. Столовая. Вторая ложечка. Третья ложечка. Что там у нас? Видно его? Нет. Давайте четвертую ложечку. Потому что здесь играет ложечка. Ложечка. Здесь не ложечка играет. Здесь играет соевый соус. Так, надо посмотреть, виден он там сейчас. Так. Четыре. Ну, пока хватит. А то, боюсь, как пересолю екарный бабай. Вот. И заливаем нашим луком жареным. Если кто не любит. Если кто не любит жареный лук, значит, мы просто раскаливаем растительное масло. Все. Ну, поверьте, здесь лучок нужен. Он будет вкусный. Лук пропитается вот этим соевым соусом. Знаете, как вкусно будет? Одеваем зловещие перчатки. Все. И вот. Та-да-да-дан. Не надо дожидаться долго там. Завтра, послезавтра. Кстати, хранится, ну, сколько? Ну, пару дней точно. В холодильнике, в контейнере. Какие еще вопросы задают люди? Можно ли заменить... А, кстати, в других салатах. Можно ли заменить уксус? А уксусную эссенцию 70% на 30%? Вы знаете, люди делают так. Вот, например, у кого-то нету этого уксуса. Кто-то не может переносить. И пишут хорошие положительные отзывы. Так что смело могу сказать, можно. Можно. То есть, пробуйте по вкусу какой будет и добавляйте, сколько надо. Сейчас на тарелочку выложу и будем нямкать. Вот такая вкусняшка получилась. Очень быстро. Пока водичка закипает, лучок поджарили. Уксус не нужен. Что там, сахар не нужен. Все очень такое... Минута, не больше. Вот такая черемша. Есть можно сразу. Очень вкусная получается. Очень полезная. Там столько витаминов. Атас. Очень вкусно. Ребятушки, значит, с джусаем делаем то же самое. Чесночные стрелки то же самое. И еще можно и чесночные стрелки морозить. То есть, и джусай можно морозить. Нет, джусай, подождите. Джусай навряд ли. Вот чесночные стрелки можно морозить. И вот эту черемшу. По специям все отлично. Единственное. Вот у меня здесь 560 грамм. Грубо говоря, полкило. Вот. У меня... Я сюда положила соевый соус. Опять же таки, он у всех разный. Вот на полкило... Ну вот, смотрите. Добавьте 3 столовые ложки. Размешайте все хорошо. Сольку добавили. Неполную чайную ложку. То есть, без горки. Размешали все это. Пробуйте. Если не соленое, лучше добавьте потом этот соевый соус. А то набуздырите, и будет горькое от соли, от соевого соуса. Вот. Лучок, смотрите. Видите, какого цвета стал? Такой вот от этого соевого соуса. Получается очень быстро. Значит, можно хранить в контейнере, в холодильнике. Два дня. Смело. Вот. Ну, и получается, вот видите, он как бы так сварился. Получается две вот таких тарелки. То есть, на два дня нормалек. На два дня покушать хорошо. Вот. Делайте, девочки, мальчики. Будет вкусно. И на зиму, кстати. И вот. Сейчас какая у нас пора идет. Март, февраль. Вот. Все. Спасибо всем за просмотр. Всем-всем. Приятного аппетита. Вот. А, еще что хотела сказать. Хотите, сделаем прямой эфир. Потому что, ребятки, мы не успеваем. Мы не успеваем отвечать на комментарии. У нас это клубника. Вот. И даже не успеваем что-то. Столько много хочется снять, показать. Ну, вот. Блин. Хотите, сделаем прямой эфир. Вы меня, с меня все соки выжмете. Как, что, к чему. Вот. Как, что готовить. Даже будете сидеть, спрашивать, в тетрадку записывать. Я вам буду диктовать. Это самый, думаю, такой оптимальный вариант. Потому что я очень извиняюсь на комментарии все ответить. На телефон вовремя не приходят уведомления. Правда. Если хотите, выйду в прямой эфир. Вместе с Анючком. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Кому понравилась такая черемша, пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили новые видео. Все. Всем спасибо большое. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok